Всем привет! Я тут осознала, что нас с вами на канале уже почти 20 тысяч, и мы так мало друг про друга знаем. Поэтому это видео я решила посвятить тому, как я пришла в профессию и стала визажистом. Это видео откроет новую рубрику, которой я дала название «Недушные разговоры». Ведь я и дальше планирую снимать видео-болталки на интересные и актуальные темы, без лишнего занудства и с максимальной пользой. Сегодня я открою большую часть своей жизни для вас. Расскажу, почему я решила уйти со стабильной, хорошо оплачиваемой работы, где училась и что помогло мне в самом начале. Поделюсь с вами, какую роль в моей карьере сыграл бренд Dior. Расскажу о том, стоит ли ехать учиться за границу. А также поделюсь с вами всеми с вами страхами и трудностями, с которыми мне пришлось столкнуться в самом начале. В общем, о плюсах и минусах профессии честно и без прикрас. Кроме того, перед записью этого ролика я спросила своих подписчиков в Instagram. Что им было бы интересно узнать о профессии и ответы на эти многие вопросы вы найдете в моем рассказе. А на часть вопросов я отвечу в конце этого ролика, так что досмотрите до конца. Если честно, я немного нервничаю, поэтому буду вам признательна за поддержку в комментариях. И надеюсь, что этот ролик будет для вас полезным и интересным. Два важных пункта обо мне, которые вам нужно знать в начале рассказа. Первое. Я адский задрот-перфекционист. Это подтвердят все, кто знает меня лично. Второе. Мама в детстве называла меня осликом. И не за схожесть моих инициалов ИА с именем известного персонажа из мультфильма. А за мою черту характера упрямо и верно идти к своей цели. Теперь, я надеюсь, вам будет проще понять логику некоторых моих поступков. Начнем с самого начала. У меня высшее экономическое образование. И, как многие не сформировавшиеся подростки, выбирала я, куда пойти учиться, руководствуясь установками внутри семьи и советами родителей. Я мечтала стать дизайнером одежды. Но, когда я об этом рассказала, в ответ от родителей я услышала «У нас нет связей, мы не можем тебе помочь, без связей пробиться нереально. И вообще, художник всегда голодный, а образование должно быть надежное, фундаментальное и основательное». Расстраивать родителей мне не хотелось. Собственно, как и понимание на тот момент, кем же я хочу быть. Я ходила на курсы английского языка, учила китайский язык. И с 17 лет я пошла работать. Первым местом работы стала Российско-Британская торговая палата. Это некоммерческая организация, занимающаяся развитием бизнеса между Россией и Великобританией. Позиция была самая начальная, но мне нравилось то количество мероприятий, которые мы проводили, организовывали. И я потихоньку стала обрастать полезными контактами. И поняла главное, мне нравится, когда вокруг меня постоянный движ. Закончив университет с красным дипломом, привет моему задроту-перфекционисту, все мои подруги сулили мне карьеру «Успешный бизнесвумен». Да и я, собственно, тоже стала верить, что это и есть мой путь. Я устроилась работать в одной из ведущих юридических компаний в России. Она называлась «Пипеляев Групп». И там я занималась маркетингом, организовывая мероприятия, конференции, бизнес-миссии по всей России и за рубежом. Честно, я очень благодарна этому периоду в жизни. Конечно, за бесценный опыт, за людей, с кем я до сих пор общаюсь и дружу, а также за структурность в подходе к решению многих задач. Она мне в будущем очень пригодится. В какой-то момент я поняла, что живу работой. Выполняю свою работу хорошо, я продвигаюсь по карьерной лестнице, но я абсолютно не получаю никакой эмоциональной отдачи и никакого удовлетворения от сделанного. Меня все чаще стали посещать мысли, что я живу не своей жизнью. При этом я могла спрогнозировать свое развитие вперед, и самое страшное, что мне не нравился тот человек, которого я вижу в конце этого пути. В общем, с этими грустными мыслями я и ушла в декрет, который дал мне возможность подумать. Кстати, уже после того, как я сменила свою деятельность, муж признался, что если бы я все-таки не сменила работу, то, скорее всего, мы бы развелись, потому что он говорил, что со мной было просто невыносимо. Декрет стал прекрасным периодом подумать, остановиться и переосмыслить свою жизнь. Просидела я в декрете буквально пару месяцев, и мое внутреннее шило не давало мне покоя. Я решила, что пойду получать второе высшее образование, и склонялась к юридическому, что было логично с учетом моего места работы. И тут муж задал вопрос, который поставил меня в ступор. Он спросил меня, ты реально этого хочешь? Ты всю жизнь делала то, что от тебя хотели и ожидали другие. Может быть, пришло время подумать, а чего хочешь ты сама? И тут я задумалась. Мне же всегда нравилось все, что связано с бьюти. Я пачками скупала журналы Vogue, перелистывала, рассматривала съемки, изучала модные новинки в макияже, модные тенденции. Я всегда красилась сама, я красила своих подруг, я их причесывала. И во мне всегда жил человек, который стремился к красоте и к тому, чтобы делать прекраснее мир вокруг меня. Так я решила, почему бы не попробовать себя в этом? Когда, если, собственно, не сейчас? Пролог на этом заканчивается, и переходим мы с вами к завязке. Апрель 2016. Своё базовое образование по макияжу я получила в московской школе IconFace. Школу я выбирала по совету знакомых, по отзывам в интернете и, конечно, по месту расположения. Москва-сити, место, где всё кипит, бурлит, оно само по себе уже располагало и вдохновляло к творческому процессу. Большую часть курса вела тогда Ксения Никитина. И именно её я всегда с большой любовью и трепетом называю своей мамой в мире макияжа, потому что именно она окончательно и бесповоротно влюбила меня в эту профессию. На отработках я красила своих подруг. И все они как одна твердили, «Риша, у тебя так горят глаза, это точно твоё!» А я смотрела на них и видела совершенно другое. Я видела, как горят их глаза, насколько меняется их поведение, меняется их осанка, расправляются плечи и насколько по-другому они ощущают себя после макияжа. И тут я получила ту самую эмоциональную связь, эмоциональную отдачу, которыми так не хватало на своём предыдущем месте работы. После обучения у меня сложилось чёткое ощущение, что мне нужно двигаться дальше. Я открыла для себя новый прекрасный мир, который мне хотелось и дальше узнавать и познавать. Собственно, в офис-то я больше не вернулась. Самый частый вопрос, который я слышу – «Не страшно ли было всё бросать и уходить?» Ребят, честно, было очень страшно. Уходить со стабильной перспективной работы, где ты уже всё и всех знаешь. И начинать абсолютно сначала, с нуля. Там, где у тебя нет никаких связей, никаких контактов, и тебе надо заново доказывать всем, что ты не баобаб и чего ты вообще-то стоишь. Но у меня есть три правила, которых я придерживаюсь в жизни, и, возможно, вам они тоже помогут. Первое. Лучше попробовать, чем потом жалеть об упущенных возможностях. Второе. Где страшно, туда и надо. И третье. Правило трёх Н. Нет ничего невозможного при том условии, если ты действительно этого хочешь и прикладываешь максимум усилий. Второй самый частый вопрос. Как убедить семью, что работа визажиста престижная? И были ли те, кто меня отговаривал? Мои родители долгое время не могли смириться с тем, что я ушла из офиса и стала, по их мнению, обслуживающим персоналом. Они категорически не принимали это первые четыре года и всё время спрашивали меня, Риша, когда же ты вернёшься к нормальной работе? Не делай всё это, кисточками махать. Но я с ними не спорила и продолжала идти своей дорогой. В глубине души я надеялась, что они всё-таки поменяют своё мнение, и так оно и случилось. Они поняли, что, оказывается, эта работа может приносить хороший доход, и что это серьёзное дело. Они стали видеть плоды моих трудов, и для меня стало особенно ценным, когда они сказали, что гордятся мной. И папа, например, соседям даёт ссылки на мой инстаграм, и говорят, заходите, записывайтесь к моей дочке на макияж. Как отреагировали все окружающие? Да, слушайте, все думали, что я сошла с ума. Но это нормально, потому что обязательно найдутся те, кто посмеётся, кто осудит или грустно покачает головой. Не обращайте на них внимания. Это ваша жизнь, ваше решение. И только вы несёте за них ответственность. Меня на тот момент поддержал только муж и мои близкие друзья, за что я им безмерно благодарна. И поверьте, если в вас верит хотя бы один человек, это уже многое значит. Возьмите эту веру и направьте её в нужное дело. А теперь сразу несколько советов для начинающих визажистов или тех, кто думает о смене профессии. Визажист – это профессия с дорогим входом. Поэтому обязательно соберите свою финансовую подушку безопасности. Если вы сейчас где-то работаете, отложите часть денег на будущее. Если есть такая возможность, заручитесь поддержкой близких и семьи. Объясните им, что сразу после окончания обучения вы не будете грести денег лопатой. Вы не уедете в Дубай и не будете ездить на красном спорткаре. И будем честны, последующий год всё, что вы будете зарабатывать, вы будете вкладывать обратно в профессию. На старте вам понадобятся деньги на обучение, на стартовый набор кистей и стартовый набор косметики. Я знаю, все любят цифры. Если говорить про меня, то я потратила порядка 100 тысяч на косметику, кисти, кейс и аксессуары для работы. Обучение в эту стоимость не входит. И мне тогда повезло, что у меня была та самая финансовая подушка, которую я накопила за время работы в офисе. Второй совет. При формировании кейса руководствуйтесь правилам лучше-меньше, да лучше. Не нужно покупать 30 дешевых китайских кистей, которые будут пылить, колоть и ими будет трудно работать. Купите лучше 10 качественных инструментов, которые будут вашими незаменимыми каждодневными помощниками, которые будут делать красивую воздушную тушевку без ритуальных танцев с бубном. То же самое касается и косметики. Не экономьте на хорошем уходе, на хороших тональных средствах, на консилерах и на базовых палетках теней. Потому что это не только напрямую влияет на качество вашего макияжа, но и на формирование вашего имиджа в глазах клиента и заказчика. Вернемся к моей истории. Закупив кейс, я столкнулась со следующей проблемой. Где искать модели для отработок? Мне помог мой инстаграм, куда я выложила пост и честно написала «Я закончила обучение, мне нужны модели для отработок, с меня красивый макияж и вкусные печеньки, а с вас возможность и готовность приехать и уделить полтора часа свободного времени». Я была удивлена, как много людей откликнулось. Это были мои одноклассницы, коллеги с предыдущей работы, знакомые знакомых. Макияж Connecting People. И тут еще несколько моих советов вам. Прежде чем брать деньги за макияж, вы должны быть уверены в качестве его исполнения. Вы должны сделать как минимум 50 бесплатных макияжей, как минимум по 10 раз отработать каждую технику. И когда при слове стрелки у вас перестанет дрожать рука, только тогда вы можете начать брать деньги за свою работу. Сразу ставьте адекватную среднерыночную стоимость на ваши услуги по городу. Иначе вы будете демпинговать рынок, это раз. А два, вы сами себя загоняете в яму, и потом будете с нее очень долго выкарабкиваться, постепенно повышая и обосновывая повышение вашей стоимости. И не забывайте, что уже на этапе отработок вы начинаете формировать свое портфолио. Поэтому у вас должна быть хорошая камера телефона и хорошее освещение, дабы этого добра сейчас много. Начиная от кольцевых ламп, видеосвета, заканчивая профессиональным освещением. Если вам не нравятся те работы, которые вы делаете, и не хотите вы их постить в ленту, то сделайте отдельный раздел в хайлайт и туда их загружайте. Но, по крайней мере, у вас будет уже портфолио, которое вы можете показать своим потенциальным клиентам. Что касается меня, то параллельно с отработками я пошла на курс по волосам, чтобы иметь возможность дополнительного заработка. К слову, любви с волосами у меня так и не случилось, но иногда я делаю укладки, например, когда мне нужно завершить образ для модели, или на съемках, или когда нет бюджета на отдельном стилисте по волосам. Также я потихоньку докупала косметику и училась делать красивые косметические раскладки. Ходила на всевозможные мастер-классы, платные и бесплатные. Из тех обучений, что я прошла и которые были для меня максимально эффективны и полезны. Если вы хотите классический, правильный макияж, то это, конечно, школа IconFace. Я прошла практически все курсы, которые там есть. Не только базовые, но и дополнительные повышения. Если вы хотите научиться работать с цветом, то я рекомендую вам Анастасию Воеводину. Если вы хотите работать за границей, если вы хотите больше узнать про фэшн, эдиториал, бьюти-съемки, то вам обязательно нужно сходить к Алене Моисеевой. Мне очень понравился мастер-класс Ольги Фокс и ее подход к минимальному креативу. Я называю это так. Мне понравилось обучение у Дениса Карташова с точки зрения нестандартного видения подхода к макияжу. Иногда вы смотрите его работы, вам кажется они экстраяркими, экстраординарными, непонятными. Но поверьте, сходите к нему на обучение и вы влюбитесь в него, потому что он потрясающий преподаватель. И все, что он делает, все, что он передает в макияже, он может логически обосновать. Я училась не только в России, но и за рубежом. На первые честно заработанные деньги я купила билет в Лондон и поехала на выставку Аймадз. Это крупнейшая международная выставка в сфере макияжа. И там я открыла действительно для себя новый мир. Мы российские мастера, невероятно техничные. Но мы, знаете, как такие лошадки, немного с зашоренными шторками. Мы все время боимся сделать шаг влево, шаг вправо, что мы сделаем что-то неправильно. А там совершенно другой подход. Они не такие техничные, но они невероятно свободны и творческие. Они не боятся сделать что-то новое, они не боятся ошибиться. И из-за этого их работа, они пропитаны таким, знаете, духом свободы. Я прошла обучение в школе Ила Маска, а также была на мастер-классе у звездного визажиста Марго Холдер. Если вы спросите меня, стоила ли это поиска своих денег, то однозначно да. И как только будет возможность, как только откроются наши границы, я с удовольствием поехала бы на такую же выставку, которая проходит в Штатах. Говорят, она еще круче и масштабнее. Первыми моими клиентами после обучения были знакомые. А далее знакомые знакомых, то есть сарафанное радио. Чем больше вы работаете, чем больше вы участвуете и хватаетесь за любую возможность, за любые бесплатные съемки, тем больше вы вовлекаетесь в профессию, вы знакомитесь с новыми людьми и никогда не знаете, когда тот или иной контакт выстрелит и будет вам полезен. Поэтому мой вам совет, обязательно беритесь первое время за все подряд. Я изначально выбрала путь фриланса. Сделала я это осознанно, потому что уже имея опыт работы в офисе, я хотела независимости и свободы в плане формирования графика и принятия решений. Но вы должны понимать, что фриланс – это работа 24 на 7. Она требует максимальных труда и время затрат, потому что только вы определяете, сколько вы заработаете или не заработаете в следующем месяце. Поэтому только вы можете дать себе волшебный пинок, который заставит вас встать с кровати и пойти вершить великие дела. Также должны понимать, что это стихийная занятость, это непрогнозируемый уровень дохода. Один месяц вы можете быть на коне, а другой месяц вы можете сосать лапу. Если вы хотите больше стабильности и спокойствия, то вы можете после обучения пойти работать, например, в Корнер. Это отличное место для старта, потому что, во-первых, там вы подтянете технику, скорость. Для корпоративных сотрудников постоянно бренды проводят, мастер-классы повышения. У вас есть доступ к внутрикорпоративным скидкам. А также вы можете выбрать тот бренд, чья философия и подход к макияжу вам максимально близок. Первые деньги я начала зарабатывать спустя 3 месяца после окончания обучения. Тогда в Москве был сервис по аренде платьев, назывался он Деаренда, и они в том числе организовывали девичники. Куда вы приходите вместе с подругами, вам делают макияж, укладку, пьете шампанское, а потом у вас красивая фотосессия. Это была работа на потоке. Получала я тогда 1000 рублей за макияж и 1500, если это был макияж плюс укладка. И когда я уходила после мероприятия с 5000 рублей в кармане, я чувствовала себя просто богачкой. Параллельно я познакомилась с фотографом, которая тогда тоже набирала команду в Москву. Она написала мне в инстаграм и предложила вместе попробовать поработать. На протяжении полутора лет она проводила фото дни, и я выступала в качестве визажиста, работая на потоке и создавая макияж. Обычно в день это было человек 9-10. Я благодарна этим двум проектам, потому что они меня, первое, научили работать быстро. Второе, я отточила технику. И третье, я научилась работать с разными людьми и разными характерами. В общем, было непросто, потому что люди приходили совершенно разные. Было откровенное хамство. Приходили люди после тусовок и вечеринок. Были люди действительно психологически неуравновешенные. Потому что, например, одна клиентка после того, как ей не понравилась укладка, которую сделал мастер, просто взяла бутылку воды и вылила ее на себя. Сейчас я на том уровне психологической осознанности, когда я могу отказать клиенту в той или иной услуге, если я понимаю, что он ведет себя неадекватно. А тогда я только начинала, и была только маленький щеночек, который лишний раз боится гавкнуть. И мне приходилось под каждого человека подстраиваться. И это была очень крутая школа и классный опыт, который мне помог в будущем. Был интересный вопрос, как работать с клиентами, если они тебе не нравятся. Мой вам совет. В критический момент спросите себя, вспомните ли вы об этой ситуации через неделю, месяц или год. И если ваш ответ нет, то просто в этот же момент отпустите эту ситуацию и прекратите об этом думать. И просто спокойно продолжите свою работу. И никогда не отвечайте на хамство хамством. Обязательно держите свое лицо и помните о вашей репутации, потому что ваша репутация – это самое дорогое, что у вас есть. Еще один совет, который я могу дать начинающим мастерам – это обязательно инвестируйте в свое портфолио. Свою первую профессиональную фотосессию я сделала буквально тоже месяца через 4 после окончания обучения. И сейчас я могу использовать эти фотографии как наглядное пособие о том, как делать не нужно. Но на тот момент мне казалось, что это потрясающая фотосессия. И что интересно, клиенты на эти фотографии тоже приходили, поэтому она себя купила. Кстати, чем раньше вы начнете работать на профессиональных съемках, тем быстрее вы будете развиваться как мастер и как профессионал. Потому что макияж для фото разительно отличается от макияжа для жизни. Это раз. А два – вы учитесь в командной работе. А это необходимый навык, если вы собираетесь работать на съемках, на телевидении. Да и в принципе, мне кажется, что в нашей сфере навык работы в команде – это один из ключевых навыков. Далее, чтобы не перечислять все 6 лет жизни, я расскажу о ключевых событиях, которые повлияли на мою карьеру и на формирование меня как личности. Тоже 2016 год, и я иду на обучение Кэлли Булочки. Она на тот момент стирает все мои привычные представления о классическом макияже и открывает для меня мир креатива. Я помню, как она начала свой мастер-класс со слов «Забудьте то, чему вас учили». У творчества нет границ. И там же на обучении произошло наше знакомство с Настей, которая тогда начинала свой путь как бьюти-фотограф. И с этого момента сложился наш творческий тандем. И мне кажется, в это время мы обе очень сильно выросли. В 2016 году вышел новый электронный журнал для визажистов. Он назывался «Ваниль». И как только он вышел, я написала тогда редактору, что я хочу, могу писать, готова сотрудничать. И меня позвали одним из бьюти-редакторов. Сам журнал просуществовал недолго, но это был тоже очень крутой и классный опыт. И мы подготовили много интересных рубрик и статей для этого журнала. Конец 2016, начало 2017 года. Я понимаю, что мне нужно свое небольшое помещение, где я смогу принимать клиентов, потому что ездить по домам мне совершенно не нравилось. А также, где я смогу проводить обучение. Кримерок тогда в Москве было всего несколько, да и находились они не очень удобно. Одна проблема. Денег-то у меня почти не было. И тут Настя знакомит меня с ребятами, у которых была фотостудия и есть до сих пор «Цитрус Фото» со словами, что у них есть помещение. И я думаю, это будет интересно. И вместе мы решаем открыть небольшую гримерку на территории фотостудии. Я до сих пор вспоминаю это место с невероятной теплотой, потому что гримерка была маленькая, но она была очень уютная и такая, знаете, домашняя. Потому что мы все там делали сами, сами подбирали и красили стены, мы сами разрабатывали дизайн столов, мы их сами изготавливали, сами придумывали логотип. Моя подруга шила подушки и потихоньку эта студия стала привлекать визажистов, кто арендовала по часам, кто проводила там обучение. Я за время работы в этой студии сама очень сильно выросла, потому что я начала преподавать, обучать. Я познакомилась со многими классными и крутыми людьми, со своими коллегами, с которыми дружу до сих пор. Постепенно мы поняли, что гримерки нам одной не хватает. Как раз освободилось соседнее помещение, и мы решаем, что мы открываем там вторую гримерку, которая уже будет больше. Это было более рискованным, потому что аренда стоила дороже. Вложение на ремонт требовалось больше. И не было уверенности, что она будет заполняться, и вложение отобьет, и будет приносить деньги. Но кто не рискует, тот не мы. Поэтому, естественно, мы в эту авантюру вписались. Ремонт мы сделали. Студию мы запустили. Визажистов стало еще больше. Стали проводить, организовывать мастер-классы. И на самом деле, я тут смотрела хронологию фотографий, поняла, что порядка двух лет гримерки успешно функционировали. В общем, только все заработало, только весь механизм стал отлаженным. Мы решаем, что надо еще одну гримерку отремонтировать, еще денежек вложить. И ее мы отремонтировали. И как только я села и выдохнула с вами, что фух, наконец-то, наконец-то мы все сделали. Все красиво, все приносят денежки. Как раздается телефонный звонок, алло. И нам говорят, что у нас есть две недели на то, чтобы помещение освободить. Потому что завод сносят, а на месте этого заводика будут прекрасные новые лофты. Помню, как я стояла тогда на Маяковской в центре Москвы и плакала крокодильными слезами. Но это лишь доказывает то, что всегда есть взлеты, всегда есть падения. И нужно всегда быть к этому готовым. А любой опыт, это крутой опыт. И любые такие фейлы, они делают нас сильнее. К слову, через полгода я открыла новую студию. Она существует до сих пор, и в ней мы как раз сейчас записываем этот ролик для вас. От формата гримерок я в итоге отказалась. Это помещение, где я сдаю места в аренду исключительно долгосрочную. И очень горжусь тем, что за время работы в студии у нас сформировалось классное бьюти-сообщество. А почему это важно? Потому что один визажист в поле не воин. Вам всегда нужно ощущать поддержку. Поддержку своих коллег. И я очень люблю всех девчонок, которые у меня снимали, снимают в студию. Мы отмечаем вместе все праздники, корпоративы, дни рождения. И это мощная банда, которая всегда придет себе на помощь. Должна еще вспомнить события 2017 года и то, как я решила участвовать в конкурсе. Тогда это был крупнейший конкурс среди визажистов. Inglot Moa Awards. Я на тот момент сильно уверовала в себя и замахнулась аж на категорию фэшн. Что было моей роковой ошибкой. Потому что сейчас я понимаю, что мои знания о фэшн индустрии тогда были равны нулю. Заняла я тогда какое-то нацятое место. До призеров мне было далеко. Я, конечно, была очень огорчена, расстроена. Но это был такой отрезвляющий шлепок. Который показал мне, что мне еще нужно расти, развиваться. И показал те пробелы в знаниях, которые у меня были. Собственно, которые я потом заполнила. Это был очень ценный опыт с точки зрения реализации и задумки. Потому что я вложила в этот макияж очень глубинный смысл. Продумала концепцию. У нас была коллаборация с дизайнером, который предоставил свое платье для съемки. И мне очень хотелось снять это видео в каком-то необыкновенном антуражном месте. Поэтому я выбрала одну из усадеб в Подмосковье. И чтобы организовать съемку там, писала письма в фонд Министерства культуры со словами поддержите начинающий продакшн, помогите с конкурсной работы, пустите нас снимать. Собственно, нас пустили снимать, но и денег нам пришлось тогда все-таки заплатить. За следующие пару лет я провела огромное количество съемок. Это были рекламные съемки, съемки клипов. Я провела огромное количество обучения, макияжа для себя. Повели запросы на базовый курс, даже на повышение визажистов. И что я люблю в моей работе, так это постоянную смену деятельности, которая не дает мне унывать. Потому что как только одна из сфер начинает превалировать, допустим, обучение или только клиенты, я понимаю, что мне становится скучно. Я теряю энтузиазм и запал. И мне обязательно нужно вот так вот все миксовать. Когда у меня все находится в балансе, у меня всегда говорят глаза и есть внутренний энтузиазм. Также меня заметила сеть Золотое Яблоко и стали приглашать в качестве визажиста на бьюти-дни. Мы сейчас с магазином работаем, сотрудничаем. И вот буквально на днях они меня позвали в новый магазин на Никольской. Но, наверное, интереснее всего вам будет узнать, как бренд Dior повлиял на мою карьеру. Это был 2019 год. Мне пришло письмо на почту с приглашением принять участие в новом международном проекте, который организовывает команда Dior. Естественно, я согласилась. И это была авантюра длиною 6 месяцев. Только представьте, 6 месяцев длился проект. Это было 11 заданий и финальное задание от международной команды, которая проходила в Москве. 6 месяцев мы находились в диком эмоциональном напряжении, потому что каждый раз мы не знали, какое будет следующее задание. Мы получали задание, и у нас было буквально несколько дней, чтобы продумать, спланировать, реализовать. Я помню, как сидела ночами, придумывала, оттачивала на себе разные варианты макияжа. Мы ездили, покупали аксессуары, атрибуты. Я потратила, на самом деле, много денег на студию, монтаж, на модели, которые мне подходили по типажу, на постпродакшн. Это была огромная командная работа. Честно говоря, когда я увидела список участников, я подумала, «Господи, что я тут делаю?» Потому что там были собраны крутейшие ведущие визажисты не только из Москвы, но и со всей России с огромным числом подписчиков и аудитории поклонников. Я думаю, «Господи, а я-то что тут забыла?» Такой маленький начинающий инфлюенсер. У меня тогда было в Инстаграме, кажется, там тысяча четыре подписчиков. Но что было у меня и что, наверное, помогло, это, опять же, мой внутренний отличник-перфекционист, который сказал мне, «Раз ты уж в это ввязалась, то будь добра, сделай максимум из того, что ты можешь». Если сравнить наши первые работы и последние, то вы увидите колоссальную разницу. Вы увидите, сколько работы было проделано и как мы сами выросли за это время. И, конечно, тут я благодарна моей команде, без которой бы ничего этого не получилось. И, что важно, это вера тех людей, с которыми ты работаешь. А она у меня была. Кстати, с этого же момента в моей жизни появился хейт. Приветики! После победы в конкурсе я узнала о себе так много нового, так много новых вещей, которые, в принципе, не имеют ничего общего с реальностью. И, что самое интересное, говорили это мои же коллеги за моей же спиной. Я вас всех знаю, даже если вы думаете, что это не так. И мой совет абсолютно всем. Никогда ничего не обсуждайте за спиной. Не говорите плохо друг про друга, потому что кажется, что наш бьюти-мир, он очень большой, но по факту он очень маленький. И то, что вы наябедничаете одному, обязательно дойдет до адресата, потому что добрые люди всегда это передадут. Кстати, главным призом стала поездка в Париж на показ Диоры, на Диор Бэкстейдж. И это, конечно, ни с чем не сравнимое ощущение. Невероятная атмосфера самого фэшн-шоу, невероятная атмосфера за кулиси, и даже атмосфера стрит-стайла, когда рядом с тобой проходит Дэми Мур, и ты видишь, как просто вся толпа моментально поворачивается в ее сторону. Где вы такое еще видите? Мне кажется, нигде. Это нужно просто прочувствовать. После победы моя жизнь не поменялась кардинальным образом, но появилось понимание, что я хочу работать и сотрудничать с крупными люксовыми брендами. И тогда же у меня появилась мысль, может быть, мне стоит пойти работать в какой-то бренд, пойти работать на бренд. Да и честно, фриланс на тот момент меня уже немножко истощил, и я была готова продаться в хорошие руки. И бренды это почувствовали, и стали меня звать и приглашать. С одним брендом, имя которого я, конечно, не буду говорить, но вы его точно знаете, я прошла даже все этапы собеседования, они мне сделали оффер, но каждый раз, когда я приходила на собеседование, у меня было ощущение, что петля вокруг моей шеи затягивается все туже и туже. Знаете, когда на первом собеседовании вам обещают одно, а на последнем концепция немного, считай, много меняется. Несмотря на то, что мы предложили достойную заработную плату, мне поставили условия, только вдумайтесь, я должна прекратить вести свой инстаграм в будущем, то есть вы как бы лишаете меня будущего, и я должна удалить весь контент, связанный с брендом Dior, то есть вы хотите лишить меня прошлого. И тут я поняла, что есть вещи намного важнее денег. Это то внутреннее ощущение свободы. Я поняла, как круто, я сейчас никому ничего не должна. Я могу идти куда угодно, делать что угодно, и ни перед кем не отчитываться. И я отказалась, несмотря на то, что начался сразу же после карантин, я ни разу об этом решении не пожалела. И, к слову, если меня сейчас смотрят бренды, я до сих пор в принципе готова сотрудничать и открыт к интересным предложениям, но с определенной степенью свободы и без петли на шее. Потому что когда вы берете в команду творческого человека, вы должны понимать, что лишая его творчества и запирая его в коробочку, вы просто обрезаете ему крылья, и это становится абсолютно неэффективной единицей. Ну и на самом деле последнее ключевое решение было принято в августе, летом прошлого года, когда после длинных уговоров, разговоров Настя все-таки настояла на том, что мы должны открыть наш YouTube-канал. Поэтому в комментариях под этим видео вы можете сказать Насте большое спасибо, потому что без нее ничего бы этого не получилось. А сейчас я заканчиваю свое повествование и еще немного времени уделю тем вопросам, на которые я не успела дать ответы в течение своего выступления. Вопрос. Стоит ли начинать обучение с нуля на визажиста после 35? Я считаю, что учиться никогда не поздно, потому что, во-первых, это те навыки и знания, которые в любом случае пригодятся вам в жизни. Вы всегда будете круто и классно краситься сами. Это раз. Два. Хочу привести в пример мою коллегу Аню Орга, которая сейчас востребована и успешно стилист по волосам. Когда мы с ней познакомились, ей был 31 год, и она работала в банке. У нее на тот момент было двое детей, младшим из которых на секунду было 3 месяца. У нее не было мам, нянь, и я помню, как она на съемки приезжала вместе с малышом. Так вот, ничего ей не помешало в короткий срок стать классным, востребованным специалистом, потому что у нее было колоссальное количество энергии и невероятная мотивация поменять свою жизнь. Поэтому, если она у вас есть, то берзайте. Вопрос о наболевшем. Где брать красивых моделей? Мой вам совет. Если вы делаете имиджевую съемку для портфолио, вы уже вкладываетесь в студию, вы уже платите фотографу, то не пожалейте денег на профессиональную модель, потому что скупой платят дважды. Выберите ту модель, которая максимально подходит вам по типажу. Если мне нужны модели просто для макияжа, отработок, то я часто подглядываю в инстаграм аккаунты своих коллег. Плюс, чем больше вы сами выкладываете работ, тем больше модели пишут вам, что хотят к вам попасть. Расскажи факапы с первыми клиентами и как покупала первую косметику. Про косметику я рассказала, а вот про факапы я всегда рассказываю историю. Она была с одной из моих первых невест, когда мы уже сделали макияж, сделали прическу, она стоит перед зеркалом, а она сама очень сильно нервничала в этот день, что в принципе свойственно всем невестам. Она мне говорит, Риша, все идеально, только пожалуйста, убери точку с моего лица. Я спрашиваю, какая-то, я смотрю, нету точки. Я говорю, нету точки. Она говорит, ну ты не видишь? Ну вот, точка. Я смотрю, но нету точки. Она начинает нервничать. Она говорит, ну в смысле ты не видишь точку? Позвалась лезть по волосам. Говорит, ты видишь точку? Она говорит, не вижу точку. Она начинает просто уже психовать, говорит, вы что издеваетесь? Точка! Вы не можете ее убрать? Тогда я даю ей зеркало и говорю, пожалуйста, мы не видим, убери эту точку сама. Она посмотрела в зеркало, посмотрела на меня и говорит, простите, пожалуйста, это была точка на зеркале. Ну это такая, знаете, это не факап, это скорее просто очень забавная показательная история Были факапы, когда я застревала в лифте по дороге к невесте И это был лютый стресс, который я до сих пор, мне кажется, переживаю После этого я решила, что по возможности всегда делайте репетицию Потому что когда у вас уже есть репетиция, это ускоряет время сборов непосредственно в день свадьбы В итоге я приехала, мы накрасились, но нервы были невероятные Сложный вопрос, как научиться не сравнивать себя с другими, как бороться с синдромом самозванца? Мне тяжело ответить на этот вопрос, потому что, говорим как на духу Я тот самый самозванец, который постоянно сравнивает себя Который постоянно считает, что он недостаточно хорош, что он мало работает Что нужно больше работать, больше вкладываться, быстрее развиваться Но для меня вот эти вот постоянные, знаете, самокопания и самотерзания Они являются мощным двигателем, который дает мне энергию И заставляют работать больше, вкладываться и постоянно думать Поэтому, возможно, это не так плохо По крайней мере, мне мой внутренний самозванец помогает Следующий вопрос я объединю в один Первый вопрос это, чтобы быть визажистом, нужно ли иметь художественные способности? И вопрос, талант или труд? Что важнее? Нет, не обязательно иметь художественное образование И, на мой взгляд, талантливых визажистов очень мало И все-таки труд является определяющим Потому что, как ни крути, макияж это больше про технику А технику, руку можно поставить, можно научиться Талантливых, гениальных визажистов их можно пересчитать по пальцам Поэтому труд и, я думаю, капля удачи На все вопросы я постаралась ответить в ходе своего рассказа Если я кому-то не ответила, то прошу меня простить Мне кажется, этот ролик и так получился очень длинный Но я надеюсь, что вам было интересно И вы не заснули в процессе просмотра Наш ролик подходит к концу И я надеюсь, что вы поняли, насколько интересно Невероятно вдохновляющая наша профессия Насколько много разных путей И только вы выбираете ту дорожку, которой пойдете Если ты начинающий мастер, начинающий визажист Я желаю тебе успехов Я заряжаю тебя на богатых клиентов На прекрасные съемки На самые роскошные свадьбы И я очень надеюсь, что у вас все получится Главное, не забывайте мое третье правило Нет ничего невозможного Верьте в то, что делаете Искренне любите свою профессию И у вас обязательно все получится Я вас верю Пока-пока Кто-нибудь досмотрит до этого момента? Зажал подарок Прежде чем попрощаться Я, конечно же, не оставлю вас без подарка И без конкурса в этом видео Условия вы знаете Лайк, осмысленный комментарий Подписка на канал И сертификат золотой яблока может стать твоим Ну а теперь победители прошлого конкурса Барабанная дробь Ими появляются на ладошке Я вас поздравляю И обязательно пишите мне в инстаграм Чтобы я знала, куда отправить вам ваш подарок До новых встреч в новых роликах Будьте красивыми, сногсшибательными И ничего не бойтесь Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok